И всем привет, ребят, с вами с вами, сегодня записываем новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами будем тестировать новое устройство из аркады, я уже протестировал устройство на Скорпион, которое называется Торнадо, и сегодня мы приступаем к обзору и тесту устройства пусковая установка копье, посмотрим, насколько интересно покажет себя это устройство в рамках матчмейкинга, сыграем с ним на таком корпусе как Крусейдер и возьмем ко всему этому прочему, конечно же, наш замечательный кризис, я нахожусь на спецаккаунте, так как у меня это устройство упало, ну можно так сказать, да, упало, как бы я его получил на бездонат аккаунте, на бездонат аккаунте у меня Скорпиона нету, поэтому протестим это устройство в рамках своего спецака, ну и если вдруг это устройство себя сейчас проявит супер жестко, супер круто, то это будет дополнительный стимул прокачать как можно быстрее на бездонате такую пушку как Скорпион, поэтому отправляемся в бой, если вы ждали обзоры на эти замечательные устройства из аркады, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал, ну и также не забывайте про мой личный, так, создатель контента, который у нас в роликах всегда находится, мой, так, тимпэшечка, на лямчик, на тридцаточку тысяч танкоинов, розыгрыш проходит, поэтому участвуйте обязательно. Обязательно, ну а мы пикаемся в боёчек, что у нас тут по бою, сейчас посмотрим куда нас закинет, осада закидывает нас, здесь бы, кстати, очень бы хорошо бы сработало бы другое устройство, которое называется торнадо, так, мы быстро поменяем сейчас расстановочку, потому что я здесь со спецаккаунта ещё ни одного боя не играл, поставим на центр свою расстановку, ну и даём сводку, смотрим, что у нас со сводкой вообще происходит, я не играл, опачки, вот так вот, да? Ага, она ещё и моментальная, перезарядка сводки только у нас долгая, плюс-минус такая же, как, как у, примерно так же, как у, как раз таки, роя, но летит она моментально, боже, что это за убийца? А на маленькой дистанции она тоже работает, сейчас проверим, на маленькой дистанции эта торпеда тоже так залетает жёстко, здесь маленькая дистанция она не летит, так, даём сводку, боже, ну это ужас, То есть четыре выстрела с моментальным прилётом просто у нас залетают по противнику на постоянной основе, с перезарядкой здесь у нас проблем никаких нету, аркада работает нормально, аркадный режим я имею в виду так, ну и моментальный прилёт, а главное, чтобы на ддшку мы переключались Четыре ракеты с моментальным прилётом, единственное только с расстоянием, сейчас надо посмотреть, в упоре залетает она или нет, если залетает даже в упоре, то это, конечно, будет супер жёстко, но вообще, в принципе, потому что у тебя есть такая быстрая торпеда с четырьмя ракетами, это уже выглядит очень интересно Да, если сравнивать, например, с Тарнаром, то здесь, ну, такой прикольчик есть интересный, так, пробуем в упоре дать Ага, в упоре не залетает, понял, если прям максимальный упор, то прилёта нету, то есть хоть какая-то минимальная дистанция у нас должна быть Так, что у нас по углу? Наверх у нас есть сцепочка, нет, ладно, нету, ну вот так вот, например, залетает, ага, нет, не залетает Короче, надо среднюю дистанцию, то есть у Роя, у Роя даже больше возможностей по залёту, чем у этого устройства, да, то есть Роя у нас в этом плане тоже смотрится поинтересней Но всё равно средняя дистанция с таким прилётом моментальным по противнику выглядит интересно, да, то есть если вот, например, сейчас мы вот так даём Залетает? Да, даже вот так залетает, то есть даже не то, что средняя дистанция, даже ниже средней дистанции уже прилёт хороший и есть по выстрелу И это, конечно, не может не радовать, вот, например, так Практически даже так залетает, практически, нет, так это даже лучше Роя, только здесь просто выстрел летит через верх, а на Роя он летит через, получается, через, получается, низ, да А тут сверху под таким углом, чтобы пробивал его через стенку была. Вот сейчас, например, давайте попробуем поймать игрока, который будет под стенкой у нас стоять. Ну ладно, этот тут не стоит. Вот именно за домом надо поймать, либо под стенкой. По идее, это устройство должно как раз-таки через стену делать пробивалову жесткую. И тогда у нас... Ну вот, например, давайте так. Ну да, здесь верхний угол. Короче, у тебя железные, эти четыре ракеты залетают через верх. Единственная проблема может быть с этим устройством, это если у противника будет, короче, резист. Если у противника резиста не будет, то это устройство будет шикарно работать вот как раз-таки с верхним прилетиком, да. То есть оно будет железно залетать по противнику. И это, конечно, не может не радовать. То есть вы можете спокойно на постоянной основе по противничку хороший урон накидывать. Вот, например, сейчас там тип за дом заныкался через дом. Вот, давайте посмотрим заодно. Ну, если бы он стоял за домом, то даже через дом бы ему залетел. То есть это шикарное устройство против, например, тех же кемперов, которые там стоят под стенками, кемпят и не вылазят, да, чтобы по ним урон залетал. Плюс дополнительно шикарно работает это устройство против каких-нибудь джаггернаутов. Единственная только проблема в том, что у вас 4 выстрела. Но зато эти выстрелы, грубо говоря, моментальные. Ну и плюс перезарядка устройства тоже не такая долгая. То есть вы дали сводку, потом дали раз выстрел аркадный, два выстрел аркадный и уже у вас перезарядка имеется. То есть вы уже потом добавляете следующую сводку. То есть вы можете играть как аркадным режимом, так и сводкой. Только у вас со сводки еще есть 4 ракеты, которые железно залетают по противнику даже на средней, даже ниже средней дистанции и на маленькой дистанции. Со сплэшом я не знаю, есть ли тут сплэш у этих ракет. Скорее всего, наверное, таки сплэша нету. Но даже без сплэша это выглядит очень и очень неплохо, да. То есть когда ты можешь с такого небольшого расстояния постоянно давать сводку. Единственная только лишь проблема может быть у Скорпиона, это в том, что сейчас от него будет очень большое количество резистов. Потому что наводили очень большое количество всяких новых устройств. Да, а так в принципе выглядит круто. Выглядит круто. Это устройство мне даже, если честно, нравится больше, чем Торнадо. И в этом устройстве я для себя лично вижу больший потенциал. То есть его по ощущениям реализовать можно намного эффективнее и намного интереснее. Так, по Титану сводочку даем. Вот этот моментальный прилет еще ракет мне очень сильно нравится. Потому что у вас прям моментально прилетают ракеты и моментально вы наносите урон по противнику. Это прям выглядит очень-очень жестко. Прям очень жестко. Для меня лично это, наверное, немножечко даже непривычно. Так, по воспользуюсь даем. Да, скорость прилета просто шикарная. Просто шикарная. Крутое устройство. Это явно устройство мне больше нравится, чем Торнадо. И я думаю, что под такое-то устройство на бездонат-аккаунте надо прокачивать Скорпиона. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Прокачали бы ли вы на моем месте Скорпиончика под такую контентовую темку. Ну и я думаю, что это устройство с кризисом точно будет лучше всего себя показывать, да, чем с любым другим устройством. Оно будет смотреться очень и очень круто. В целом, наверное, я думаю, что мы еще один бой играть не будем. Я на своем спецаке попросил, чтобы мне выдали все устройства. Да, то есть у меня здесь есть и Пульсар, и Торнадо, которые я протестировал на своем основном аккаунте, и Копье. Ну и также есть устройство на Гром. Пишите, что вы бы хотели увидеть в ближайшее время на обзор из этих всех замечательных устройств. Чтобы хотели, чтобы я затестировал побыстрее Грома с лечением либо Скорпиона с Пульсаром. Ну и, конечно же, пишите, что вы думаете по поводу этого устройства, если оно у вас есть. Как вам оно? Играли ли вы на нем в матчмейкинге или нет? Нет, но мне кажется, что оно может очень и очень неплохо работать. Да, единственная проблема, что там всего лишь 4 ракетки в залпе, но то, что они летят моментально и летят под любым углом, пробивая даже через стены, это выглядит очень и очень достойно. Ну и расстояние тоже у него довольно-таки хорошее, имея в виду, что на ближней дистанции тоже можно накидочку оформлять. Поэтому поддерживайте данное видео с лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте, по-моему, личный тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо личный тег, это тег ТМП, установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 300 тысяч танкоинов, как я уже говорил ранее. Вся эта возможность у вас есть, поэтому обязательно переходите и участвуйте. А у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!